Старинный воинский путь. Именно так дословно переводится Кабудо. Сегодня это динамично развивающийся, любимый молодежью вид боевого искусства. Минувшие выходные в Иванове состоялся чемпионат и первенство ЦФО по Кабудо. Более 300 спортсменов из 10 регионов приехали доказать свое мастерство и побороться не только друг с другом. Прежде всего не побороться друг с другом на татаме. Это конечно немаловажный спортивный аспект для этого соревнования проводится. Но прежде всего борется с собой. Особенно вот малыши, детские соревнования, которые проводят, заставят себя выйти на поединок против такого же, которого вы не знаете. И ребята заставляют, перебарывают. В этом есть сила духа непосредственно. Это закаливает дух. Поединки в полный контакт. На татаме совсем малыши. Из-за поражения плачут не по-детски. Антон с легкостью поборол соперника. Считает, что проблема противника в недостаточном питании. Он маленький, но он бессильный был. Я немножко был посильнее. Он, наверное, просто мало ел или сил не набрал. Как бегал сначала, как начинались соревнования. Ката. Демонстрация приемов с оружием. В средние века жители одного из японских островов в силу закона были лишены возможности носить оружие. И тогда они стали использовать для обороны сельскохозяйственные орудия труда. Кстати, нанчаку, две палки, соединенные веревкой, это прообраз приспособления для молочения риса. На этом татаме – кумите нанчаку. Парни демонстрируют свою ловкость и то самое умение бороться с собой. Ведь в жизни они друзья. Конечно, надо думать. Надо смотреть, что делает соперник. Если ты знаешь его движение, делать что-то другое, чтобы он не понял, что ты имеешь. Каждый раз менять свою тактику. Однотипно не бить. Все победители этих соревнований отправятся на чемпионаты первенства России. Состоится он в ноябре. Кроме того, в марте запланировано проведение Кубка России по Кабудо. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.